всем привет друзья вы на канале милая дача сегодня у меня короткое видео мы приехали буквально на пару часов неделю целую не были на даче у нас сломалась машина собрали урожай у нас всю неделю дожди ливень был сутки очень сильный с ветром собрали кабачки кабачки кстати классный такой сорт если интересно в комментариях спрашивайте я напишу сорт сейчас не помню и нет с собой пакетика вот такие они растут вот неделю за неделю выросли то есть больше не растут такие компактные огурцов в пакет не собирали горох на рост малины два стаканчика но у нас малинник молодой поэтому немного малины вот и сейчас пойдем столько травы наросло за неделю это просто ужас какой-то после ливня и дождей конечно одно расстройство сегодня обломала такую самую толстую ветку у ангел блаш хотя она была у меня связана там подвязку видно но выломала и у красы лескова тоже такую хорошую ветку выломала с этой стороны уже кстати не первую и у ангел блаш это по моему уже третья ветка выломанная такая причем хорошая остались две самых маленьких тоненьких и вот красы лескова тоже вторая ветка уже сломана ливень у нас шел сутки ветер был очень сильный поэтому все напитанная влагой такое хрупкое вот стволы у гортензии мне кажется только за день и они уже ломаются почва переувлажнена травы море мы сегодня выпалываем с мужем приехали ненадолго про лобазник спрашивали что это за растение я показывала в прошлом видео это лобазник тоже его подвязал он просто лежал здесь весь в разные стороны это травянистое растение цветет вот такими красивыми воздушными метелками срезается осенью до земли пенечки ну как и дельфиниумы и потом отрастает вот практически метр восемьдесят с метелками наверно красиво здесь у меня два куста два растения но она разрастается как бы порослию а там вот видно молодая поросли идет вот такие кучи травы напололи здесь все заросло дождик моросит гортензии набирают цвет все больше и больше году отстают в прошлом году уже были соцветия в это время морская линия все подвязала даже лаймлайк подвязала погода у нас отвратительная смотрите клематис руж кардинал с бутонами уже такой маленький уже цветет значит будет неприхотливый вот тоже бутончик а здесь лазур штерн тоже бутоны вот набирает мощный очень-очень мощный надо арку сюда покупать какую-то еще один тут побег полетись вот здесь вот хотя бы очередная тачка травы уже по моему третье здесь вот всю траву убрали подсыпали земли здесь у нас такой провал был и после ливня уже образовалась немножко подсыпали сейчас так ровненько аккуратненько сейчас приберемся постели на здесь доски чтобы можно было ходить потому что на весь август практически у нас дожди обещают так что с одной стороны хорошо что поливать не нужно а с другой стороны траву прет как на дрожжах смотрите композиции мы разрастаются как цветет калибраху и традисконцы уже такими плетями так что еще месяц у нас впереди подсветут какая красота калибраху зацвела красивое сочетание еще бы побольше саженец был калибраху там совсем череночек распускаются лилии вот это лилия далее от т гибрид вчера еще были только бутоны такие закрытые сегодня раскрываются и все цветы практически одновременно только вот этих три красотка заявлено метр двадцать высотой но у меня она невысокая третий год то есть в год посадки у меня лилии цвели в горшках дома и два года вот она цветет на участке но каждый год одно и то же подмерзает во время возвратных заморозков потом нападает всякие лилейные вот эти жуки красные в общем тоже они требуют конечно ухода лилии надо за ними следить в этом году я их накрывала банками весной когда возвратные заморозки были но все равно они немножко пострадали но красивая а это лилия триумфатор такая вот она трубчатая как граммофон какой-то на ней тут бабочка какая-то после дождей тоже все активизировались и мухи и бабочки она у меня после дождя на земле была развалила ее не вот она грязная покушали ее слизни эти здесь вот все объели но вот эти два цветочка жду до распустятся и она смотрите как хорошо поделилась была одна луковица так что на следующий год может будет и получше результат конечно вид у нее не презентабельный для показа но как есть так и показываю что сделаешь с природой не поспоришь а вот эта красотка называется тирена луковицы покупала в светофоре вот она высокая около метра высотой это ла гибрид по моему очень красивая но раскрывается она постепенно каждый цветок друг за другом то есть не одновременно как вот далее и когда она цветает она становится вот такая вот блеклая но тоже после ливней видите тоже кто-то ее покушал так хорошо но все равно красивая сейчас вторую покажу и вот вторая но она уже отцветает один цветок уже осыпался лепестки еще раскрываются три цветка конечно когда было солнце вот они только раскрывались были очень красивые много добавляют ярких красок саду нам привезли сайдинг вот так вот он упакован за эту упаковку тоже берут деньги я уже не помню по моему около 4000 мы заплатили за вот эту транспортировочную упаковку я не знаю как это называется поддон поддон но вот там внизу доски так вот здесь еще перекладины сверху три доски и стянуты металлическим таким ремнем сайдинг у нас металлический называется эко брус серого цвета долго я выбирала цвет сайдинга не могла выбрать такой вот он будет серенький а нет сайдинг эль брус полиэстер это покрытие серый цвет 045 миллиметров толщина металла производитель металл профиль долго я выбирала цвет сайдинга вообще сайдинг это не мое я не люблю сайдинг честно говоря подумали и пришли к выводу что это самое оптимальное решение долговечное не требующие в дальнейшем никаких затрат потому что дерево это конечно всегда экологично красиво но но она требует обслуживания в дальнейшем каждые три-четыре года какая бы не была хорошая краска фасад нужно будет обновлять сами мы сделать это не сможем придется опять же нанимать строителей краска дорогая работа дорогая поэтому решили вот обшить дом металлическим сайдингом и в дальнейшем не заморачиваться свесы крыши будут у нас обшиты проф листом белый проф лист тоже оптимально недорогое решение для дачного дома если монтировать сайдинг или софиты очень дорого там по моему софиты даже квадратный метр больше 800 рублей а у нас свесы 80 сантиметров на 8 метров два свеса плюс еще по 50 по моему вот эти фронтонные свесы поэтому это будет вообще очень дорого вот и вот это вот лежат стыковочные планки вот он такой цвет сайдинга будет в общем-то симпатичные думаю белые будут углы дома белые наличники на окнах белые свесы белые ветровые планки так что будет такой воздушный легкий домик и еще купили четыре угла не купили а заказали специальную есть цеха которые на заказ делают вот из металла различные изделия с понедельника у нас начнут устанавливать окна и сказали что очень очень быстро постараются завершить сейчас уже все есть у нас наличие и окна и сайдинг и все эти доборы так что осталось дело только за работой сегодня у нас воскресенье вам ноги и перед тем как топить баню муж у меня здесь вот делает второе окно уже низ тел сейчас сверху будет монтировать вот эти откосы уже тут все подготовлено потихонечку делает так каждые выходные по частику будет уделять время и доделаем вами но в принципе осталось то уже одно окно у нас распогодилось так хорошо стало где-то 21 градус но завтра опять обещают дождь весь день в общем сегодня мы хорошо поработали обработку сделали в теплице фито лавином и огурчики еще обработали и баклажаны и стопили банку сейчас вот отдыхаем и поедем домой на этом я с вами буду прощаться до новых встреч друзья пока пока